Друзья, ну мы подкрепились с вами только что и хотим сообщить вам о том, что помимо разных праздников, сегодня, 4 марта, официально и неизбежно отмечается День образования службы медвытрезвителей в России. Мы ведь, Марин, за здоровый образ жизни с тобой, но тем не менее мы можем абсолютно добровольно прямо сейчас заглянуть в один из вытрезвителей и узнать, как люди там себя чувствуют. Ну как добровольно? Мы решили воспользоваться, простите, конечно же, нашей коллегой Марии Исаковой, которую туда и отправили. Вот как там все происходит, как там все устроено, мы надеемся, что она сейчас нам все расскажет. Мария, доброе утро. Как обстановка в вытрезвителе и что там происходит вокруг тебя? Рассказывай, пожалуйста, прямо сейчас нам и всем телезрителям. Ждем все подробности. Доброе утро, коллеги. Официально заявляю, что я сейчас нахожусь в самом необычном месте, где мне приходилось вообще встречать свое утро. Мы находимся в центре временного пребывания для лиц, находящихся в алкогольном опьянении. Уверена, что никто из вас не хочет здесь оказаться, поэтому мы сделали это за вас. И сейчас узнаем всю правду у замдиректора центра Василия Николаевича Пудова. Доброе утро, Василий Николаевич. Доброе утро. Расскажите вообще, можно ли это место назвать по-простому вытрезвитель? Нет, ни в коем случае. Мы не являемся медицинским вытрезвителем. Медицинские вытрезвители, как структурное подразделение МВД, было упразднено в 2011 году. Мы относимся, наш центр, к комитету социальной политики города Челябинска. То есть к системе МВД мы отношения не имеем. Единственное, по трехстороннему соглашению мы работаем с сотрудниками МВД и сотрудниками скорой помощи, которые доставляют к нам лиц в состоянии алкогольного опьянения. А в чем вообще отличие тех советских вытрезвителей, которые возникают, образ, от вот этого центра? Дело в том, что у наших граждан, граждан России, сложились стереотипы по медицинским вытрезвителям еще с прошлых лет. То есть с начала 90-х, с начала нулевых, с советских времен. Медицинские вытрезвители работали по приказу номер 106 МВД СССР от 30 мая 1985 года. То есть лиц задерживали сотрудники милиции и полиции принудительно за нарушение антиалкогольного законодательства и принудительно доставляли их в вытрезвители и также помещали принудительно. Согласно этого же приказа, вышел сказанного, лиц содержали в вытрезвителях не менее трех часов, но не более суток. Сами понимаете, что это все было принудительно. Поэтому возникали вопросы у граждан, которых привозили. А именно сюда как попадают люди? Вот именно в этот центр, который существует сейчас? Наш центр предоставляет услуги лицам, находящимся в алкогольном опьянении, бесплатно и безвозмездно. Сотрудники полиции и скорой помощи к нам доставляют лиц в алкогольном опьянении. Наши сотрудники предоставляют возможность отдохнуть здесь. То есть вы видите, условия довольно комфортные, и гражданин может воспользоваться нашими услугами, но также может отказаться от наших услуг. То есть никаких... То есть все добровольно, правильно? Абсолютно. Все добровольно. Смотрите, мы сейчас находимся именно в палате для отдыха, так называемого. Перед тем, как попасть сюда, процедуры какие-нибудь проходят люди? Перед тем, как гражданин помещается сюда, администратор составляет на него акт о помещении и берется с него заявление о том, что он добровольно согласен воспользоваться нашими услугами. И обязательно, в обязательном порядке сотрудники медицинские фельдшера нашего учреждения производят осмотр данного гражданина на предмет алкогольного, наркотического опьянения или каких-то заболеваний. То есть и потом они приходят сюда, в эту палату. Давайте немного поговорим об условиях. Я вижу здесь, конечно, не пятизвездочный отель, но достаточно комфортно. То есть кушетки, да. Обязательно мы видим в углу камеру видеонаблюдения. Зачем она нужна? Видеокамеры нужны нам в обязательном порядке, чтобы не было каких-то жалоб для решения каких-то вопросов, эксцессов с гражданами, которые у нас находились. То есть, чтобы решить вопрос по жалобам, каким-то предложениям. Ну и также... Вообще, были ли у вас какие-нибудь благодарные клиенты, которые приходили к вам и говорили спасибо, что вы там наставили их на путь истинный, например? Да, конечно, очень много. Уже порядка с начала образования нашего учреждения порядка тысячи заявлений от граждан, благодарных к нам поступило. Поступает, а также от родственников, которые приходят, благодарят. Особенно в зимнее время очень много народу помогают, чтобы люди не обморозились, не пропали, не заболели. Хорошо, спасибо большое, Василий Николаевич, спасибо. Ну, а нам остается пожелать зрителям всегда находиться в трезвом уме и в твердой памяти, чтобы не попадать в неприятные ситуации и все же нежелательно попадать и в этот центр. Коллеги, вам слово. Спасибо большое. Я, если честно, Марин, впервые только что побывал в стенах подобного... Заведения. ...учреждения, и надо сказать, что надеюсь, что я там и не побываю больше. Ну, вообще, на самом деле, там очень даже неплохие условия, если можно там забесплатно, как сказал руководитель этого учреждения, отдохнуть. Сейчас, да, на курорт ты как бы не слетаешь. Да, на 8 марта. Можно выбирать из предложенных вариантов что-то более доступное. Ну, в общем-то, друзья, вот такая необычная экскурсия у нас сегодня состоялась. Все потому, что 4 марта официально день образования службы медвотрезвителей в России. Что еще в этот день отмечается? Ну, а вот что еще отмечается в этот день, давайте узнаем прямо сейчас в рубрике «Календарь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова